Иногда такие показательные акции муниципальных служащих могут быть полезными, так считают некоторые кировские люди с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, несколько лет назад после прогулки чиновников с инвалидами-колясочниками по центру города под прицелом телекамер, участок улицы Московской от Ленина до Карла Маркса действительно стал безбарьерным. Исчезли лишние бордюры и появились спуски на пешеходных дорожках. Но как обстоят дела там, где показательные рейды не проводились? Наш следующий сюжет из спального района города. Я поставил блок рукой. И если не было вот этого блока рукой, я бы перевезнулся на блок. Все-таки 8 лет практики дают о себе знать. С 2010 года Михаил Абатнин за рулем своего лежачего трехколесного велосипеда. Если изловчиться, то бордюр на подступах к подъезду преодолеть он теперь может. Но дело это рискованное. Вовремя не подставить руку к поручню, лежать ему на асфальте, пока кто-нибудь не поможет встать. Поэтому что говорить о друзьях Михаила? Бордюр во дворе на производственной 17 дробь 1 стал реальным препятствием для общения Михаила с другими людьми. Вот как раз у меня есть друг, который ходит очень плохо. И вот как раз, чтобы попасть ко мне в подъезду, он долет на своем держательном велосипеде. Говорит, вот это бордюр. Что получается с очень большим трудом. Еще несколько лет назад Михаил вместе с командой чиновников принимал участие в прогулке по центру города. Признает, после на нескольких улицах в районе театралки бордюры убрали. Но беда в том, говорит Михаил, что сюда, на юго-запад, в спальный район, их не заманишь. При этом к руководству местной управляющей компании Михаил и его друзья по реабилитационному велосипедному клубу уже обращались. Просили решить проблему высоких бордюров хотя бы у дома. Везде бордюры, которые значительно превышают залежные нормы, по дорогам бордюры должны быть не больше 4 сантиметра. А у нас в части 20 и 30 сантиметров. Мы обращались в один раз в нашу управляющую компанию. Но так что-то они про это дело забыли. Михаил же о своем велосипеде забыть не может. Он на нем и в больницу, и в магазин. Велосипед сегодня смысл его жизни. Надеется, не потеряет его этим летом. Впрочем, после преодоления таких препятствий риск очень велик. Дмитрий Житарчук, Александр Нестеров, Бюро новостей Дайвича.